ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Был осужден за повторное пьяное вождение и вот опять попался. Таких водителей начнут наказывать строже уже в этом году. Соответствующие поправки Госдума собирается рассмотреть в мае. Речь идет в частности об увеличении до 500 тысяч рублей максимальной суммы штрафа и до трех лет максимального срока лишения свободы. Власти признают, что введение крупного штрафа для нетрезвых шоферов, а затем и уголовная ответственность за повторную пьянку не возымела должного эффекта. ТРАССА 101 Пик пьяных аварий в нашей стране приходится обычно на середину лета, а рост числа таких ДТП начинается в мае, рассказали представители одной из известных страховых компаний. Страховщики отслеживают такие случаи. Минимум, что грозит водителю, устроившему под шофей аварию, это увеличение стоимости ОСАГО. Добавлю, по данным ГИБДД, в прошлом году по вине нетрезвых водителей случилось почти 16 тысяч ДТП. В них погибли почти 4,5 тысячи человек. ТРАССА 101 Появился очередной рейтинг лояльности к автомобильным маркам. Это когда россиянин покупает машину того же бренда, что было раньше. Первое место в списке досталось «Ладе». По данным агентства «Автостад», продукцию «Автоваза» выбирает снова и снова почти половина респондентов. На второй строчке «Форд». Далее идут «Субару», «Тойота», «Пежо» и «Рено». ТРАССА 101 «Джели» готовится к запуску продаж в России нового кроссовера «Атлас ПРО». Он придет на смену существующей модели «Атлас», цены на которую начинаются от 1 миллиона 360 тысяч рублей. Ожидается, что новинка получит безальтернативный бензиновый турбомотор объемом полтора литра и мощностью почти 180 лошадей, трансмиссия, механика, робот либо автомат. В списке опций адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, камеры кругового обзора и так далее. ТРАССА 101 До конца этого года в нашей стране собираются создать прототип автобуса, работающего на водороде. Якобы работу в соответствующем направлении уже ведет Камский автомобильный завод. В 2022 он приступит к испытаниям новинки, а ее массовое внедрение запланировано на 2024. Одновременно надо будет создавать соответствующую заправочную инфраструктуру. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101